В Казанском федеральном университете 24 марта прошла регистрация участников конференции. После чего на выходных ребята защищали свои работы перед экспертной комиссией. Участники получили электронные сертификаты, а победители – дипломы и дополнительные баллы по выступлению. В заключительный день состоялось награждение, которое в связи с большим количеством участников проходило сразу в двух зданиях университета. Победители и призеры, выпускники и участники конференции имени Лобачевского имеют право представить на дополнительные баллы при поступлении. Победители этой конференции получат 5 баллов к поступлению к баллам ЕК, а призеры получат 3. Конференция дает отличный шанс показать свои способности и услышать критику от экспертов. А для ребят из других городов – ближе узнать культуру Татарстана и завести новые знакомства. Ведь на мероприятия съезжаются люди из разных уголков мира. Каждый год наша школа участвует. В прошлом году тоже приезжали. Но вообще из Якутии мы тут встретили многих участников. И интересные конференции. Ежегодно приезжаем. Ждем места. Софья Анохина – пятиклассница из Казани, которая уже второй раз выступает на конференции. Она выбрала интересную тему – пословицы и поговорки в русском и английском языках. Мы решили продолжать эту тему, потому что она очень интересна, актуальна в наше время. Потому что сейчас ученики мало знают, они знают какой-то сленг, но он не такой. Пословицы и поговорки – это какая-то народная мудрость, которую, мне кажется, должен знать каждый ученик. В прошлом году ученица занялась данным проектом второе место. Готовила материал она не одна. В этом девочке помогала учительница по английскому языку. Несмотря на волнение, Софья хочет и дальше участвовать в конференциях Лобачевского. Я второй раз здесь уже. У меня в прошлом году учительница по английскому языку сказала – давай писать работу. Мы согласились, потом нам сказали – идите на конференцию. Мы прошли заочный тур, ну, как и в этом году, и на очный попали. Вот. Мне очень понравилось в прошлом году. Впервые научная конференция была проведена в 1980 году среди школьников Малого Казанского университета. В настоящее время проекты презентуют учащиеся Ульяновской, Кировской областей, Республики Башкортостан, Якутии и многих других регионов. Лилия Шайхудинова, Карина Саяхова, Фарид Захит Аглы, Универ Ньюс.